Сегодня у нас были проведены летные испытания данного беспилотника на базе аэродрома Воскресенск вместе с заслуженным летчиком-испытателем России Юэем Кабановым. Время исполнения испытаний у нас были осуществлены пролеты около беспилотника и оценены его летно-технические характеристики. Расскажите, пожалуйста, с точки зрения летчика-испытателя, какие особенности данного беспилотника вы можете отметить и что вы заметили во время выполнения испытательного полета? Ну, прежде чем говорить об испытательном полете, я был свидетелем того, насколько быстро беспилотник собирается. Были небольшие проблемы, правда, с запуском двигателя, но они несущественные. После запуска двигателя оператор буквально через две минуты уже был готов к взлету. Взлет выполнялся вертикально, и после взлета беспилотник хорошо стабилизируется на высоте весения, держится на одном месте, после этого были выполнены отходы беспилотника на максимальную дальность, при этом управление беспилотником внешним пилотом сохраняется. Значит, на iPad наблюдается, вернее, отслеживается позиционирование беспилотника, наглядное привязанное местоположение, привязанное к карте местности. И после этого, значит, на второй полет был выполнен парный полет с самолетом «Цесна», в процессе которого мы наблюдали перемещение беспилотника, разгон его до максимальной скорости при управлении с борта самолета оператором. При этом видно, что беспилотник устойчиво держится в воздухе, как на весении, так и на режиме перемещения на максимальной скорости. Легко останавливается, зависает, и затем, после посадки самолета «Цесна» уже беспилотник в автономном режиме был выведен на аэродром от взлета, и была выполнена посадка. Ну, что сказать, будущее за беспилотниками, с этим уже никто не спорит. В отдельных странах беспилотники уже выполняют функции воздушного такси, не говоря уже о доставке пиццы, о контроле магистральных газопроводов, линии электропередач и так далее. Данный беспилотник показал себя, я считаю, на хорошем уровне. Будем надеяться, что у него хорошее будущее. Юрий Михайлович, сейчас все больше и больше беспилотники используются. Что Вы можете сказать с точки зрения совместного использования его с самолетами общего пользования, но в первую очередь касается... Советов общего назначения. Советов общего назначения, да. И безопасности выполнения полетов, особенно в воздушном пространстве класса «Гольф». У нас в России, и не только у нас в России, к сожалению, процедура выполнения полетов на беспилотниках, она связана с определенными сложностями, то есть нужно выделить воздушное пространство. И если это воздушное пространство выделено и введен в местный режим, то в данном районе никто с этими беспилотниками летать не может. Я считаю, что это некоторые перегибы, потому что если беспилотник имеет хорошее резервирование, если он надежен и не может выйти из-под контроля, если обеспечивается визуальный контакт с беспилотником, то вполне можно отрабатывать взаимодействие и управление беспилотником с борта, поскольку использование авиации общего назначения увеличивает дальность действия беспилотника и, соответственно, расширяет сферу его применения. То есть можно на данный момент говорить о том, что в некоторых ситуациях актуально использовать совместно самолет с беспилотником для расширения его возможностей. А как считаете, имеет ли смысл вводить в курс обучения на сертификат пилота-любителя, или на сертификат PPL, курс безопасного совместного использования? То есть возможно ли из воздушного судна заметить такой беспилотник, если пилот не подготовлен, да и подготовлен, и какие опасности могут быть, если беспилотники будут запускаться не совсем официально, или летать в зонах использования? Борьба с несанкционированными запусками беспилотников ведется. В районе больших аэропортов по всему миру специально ставят системы, которые блокируют управление этими беспилотниками. В отдельных случаях ставят систему уничтожения, потому что столкновение такого беспилотника, тем более больших размеров, да и даже небольшой беспилотник, попав в двигатель самолета, может причинить довольно большие неприятности. Это небезопасно. И, конечно, нужно исключить опасное сближение беспилотников с воздушными судами, особенно гражданской авиации. Для боевой авиации это тоже проблема, но она там решается другими способами. Насколько необходимо введение дополнительных занятий по совместному использованию беспилотников и авиации общего назначения? Ну, наверное, нужно начинать с законодательной базы. То есть у нас пока не разрешено совместно летать беспилотнику и управляемому самолету. Я думаю, и поэтому пока преждевременно готовить людей к этому и провоцировать их. Илья Михайлович, заключительный вопрос. Я сегодня лично с вами находился в самолете. Подскажите, желающим, сейчас большое количество желающих полетать на самолетах, я как понимаю, у вас можно обращаться к вам или к вашим партнерам для полета. Можете рассказать, где можно полетать именно с вами? Ну, у нас есть свой сайт SkyVenture, мы базируемся в Воскресенске. Пожалуйста, выходите на сайт, обращайтесь. Непосредственно в авиацентр Воскресенск. Это порядка 80 километров от Москвы, при хорошем раскладе, час от МКАДа езды сюда. Работаем мы в основном по выходным, будем рады видеть вас. Значит, мы тут работаем, работаем легально. Каких самолетов вы можете полетать? Самолеты Cessna 152, 172, Як-18Т. К сожалению, летное обучение сейчас проблематично, поскольку один за другим закрываются авиационные учебные центры, но ознакомительные полеты мы можем совершать. Спасибо большое. Очень было приятно полетать с вами. Взаимно, взаимно.